Привет, друг! Ты на канале J-Centers. Меня зовут Джон Кармилицин. Это 55-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске новый DCP Action преобразует движение мышки в абстрактные звуки. Corona Renderer 7 для Cinema 4D и 3ds Max. Генеральный директор NVIDIA и его кухня на конференции GTC были полностью в 3D. FaceBuilder 21.3 для Nuke и Blender. Facebook планирует запустить смарт-очки от Ray-Ban. Ииии новый мост – Instant Terra для Houdini. Blender 2.93 LTS получил второе обновление со множеством исправлений и улучшений. Этот LTS будет получать постоянную поддержку до июня 2023 года. Ссылочка на скачивание в описании. И еще по Blender. USD Export из отдельной ветви разработки интегрировали в мастер ветку 3.0 Alpha. Это означает, что фича все-таки будет в релизе 3.0, если только не случится каких-то ЧП. Кстати, USD Export помогает делать NVIDIA. Да, они не только спонсируют Blender, но и занимаются непосредственно разработкой фич. Наши друзья 3dmaya.com совсем скоро запустят годовой курс, после которого сможете претендовать на вакансию в геймдеве или студии продакшена. За время обучения получишь актуальные знания и менторство геймдев-специалистов. Также попадешь в комьюнити единомышленников и приобретешь новых друзей. А это уж, поверьте, в нашем сообществе довольно ценный ресурс. Вас будет ждать много практики, научитесь работать с актуальными софтами, а это Maya, ZBrush, Substance Pinter, Marvelous, Marmozet и Unreal Engine. По итогу обучения освоишь не только навыки 3D-дженералиста. Помимо этого, создашь уникальный дипломный проект для портфолио и, главное, получишь сертификат Autodesk. А обучение проходит в онлайн-формате с постоянной поддержкой, без предзаписанных лекций. В старт 20 сентября в описании уже лежит промокод jacenters, по которому идет скидка 175 баксов на данный курс. Ссылочка там же. Помните, мы рассказывали о программе DSP Motion, которая позволяет, так скажем, рисовать звуковые эффекты. То есть она преобразует движение мышки или стилуса в определенные звуки. Во время рисования программа автоматически оценивает положение и скорость мышки. Так вот, компания-разработчик Цуги выпустила второй новый инструмент, предназначенный для работы с анимацией под названием DSP Action. Он работает так же, как и DSP Motion, но нацелен на ударные звуки, такие как взрывы, разрушения, стрельба и динамические звуковые эффекты для игр. Кроме того, программа считывает графические триггеры и затем генерирует звук. Стоит около 50 баксов, ну и доступен только для Windows. Уизилаб выпустила второй бридж. И на этот раз для Гудини. Ранее уже был анонсирован мост для Unreal. Так вот новый плагин позволяет создавать ландшафт внутри Instant Terra, ну и использовать его для создания и настройки в Гудини. При этом поддерживает все параметры для редактирования. Оба плагина доступны бесплатно в раннем доступе. В апреле этого года генеральный директор Nvidia на своей кухне провел основной доклад Nvidia GTC. Ну, обычная новость, да. Но спустя почти 5 месяцев мы узнаем, что там, оказывается, было практически все в 3D. И даже сам Дженсен Хуанг был виртуальным. Напишите в комментариях, какие косяки вы там увидели. Какие кадры были реальными, а какие в 3D. Все шоу сделано с помощью Nvidia Omniverse. Таким образом, они продемонстрировали достижения в области суперкомпьютеров, глубокого обучения и графики. Чтобы создать виртуального Дженсена, или Дженсена, команда провела полное сканирование лица и тела. Затем обучили и импортировать его жесты и выражения, чтобы сделать его клон реалистичным. Кухня в презентации была полностью цифровая. Очевидный маркетинг или пиар-ход, называйте как хотите. Но согласитесь, хайп удался. Kintools выпустил FaceBuilder 2021.3 для Nuke и Blender. Обе версии переработали с нуля. Значительно улучшили интерфейс и производительность. Представили стабилизацию вьюпорта и 3 новые ноды Join BlendShape, Mix BlendShape и Fax. Ну, кажется так. Да, в Nuke появились блендшейпы. Теперь можно объединять несколько моделей с одинаковой топологией в новую геометрию с блендшейпами. Ну и анимировать их прямо в Nuke. В модели также можно трекать в GeoTracker и затем уже анимировать. А нода Fax поможет подправить мимику после трекинга в FaceTracker. Все ноды находятся в бета-тестировании. Ну и отдельно наконец-то появился апдейтер для аддонов Blender. Теперь обновляться можно по нажатию пары кнопок. Но перезапускать Blender, увы, все равно придется. Мы тут заобщались с одними разработчиками, выпускающими расширение MoPack для After Effects и Premiere Pro. Он подходит для моушен-дизайна, содержит 60 инструментов для работы с анимацией и более тысячи готовых и настраиваемых шаблонов. Короче, контента много. На подходе еще тонны новых и простых в использовании пресетов, и пак стоит около 40 баксов. Все последующие обновления будут бесплатны. Corona Render 7 для Cinema 4D и 3ds Max. Кратко о новых фичах. Представили обновленный PBR материал Corona Physical. Внедрили в него параметры Clear Code для лаковых поверхностей и настройки шин. То есть для воссоздания реалистичных свойств ткани. Кроме этого, добавили 35 новых пресетов для обычных материалов. Улучшили стекло, внедрив более реалистичные отражения и преломления. Только учитывайте, что при тех же значениях новое стекло может выглядеть иначе. А вот изменение IOR, например, с единицы на 1,001, больше не приведет к резкому преобразованию внешнего вида. Раньше это происходило, особенно для высоких значений шероховатости. Анизотропия теперь правильно влияет на преломление и отражение. Помимо этого, расширили возможности новой модели неба. Переименовали ее в PRG Clear Sky Model. Теперь можно одним щелчком включать Volume Effect с полным контролем силы. Что подходит для создания пейзажев, в особенности городских, где есть атмосферная дымка. Все настройки акцентируются на реализме, но если вдруг захотите художественного отображения, то можно отключить параметр Effected by Sky. Теперь вы можете загружать файлы формата OpenVDB для рендеринга, что позволяет визуализировать огонь, дым, облака и тому прочее. Внесли улучшение в производительность. Рендеринг выполняется быстрее. Говорят, до 50% в зависимости от сцены. По сообщению разработчиков, скорость денойзера в некоторых случаях доходит до 60%. И вдобавок сделали приятный бонус. Если вы тестили предыдущую версию Corona Render и ваша 45-дневная пробная версия из стекла, то вы можете получить еще 14 дополнительных дней. Вот этого вожуха тогда народ херачит прям горой. Демо-период продлевается автоматически. Ссылочку на скачивание, чтобы вы не искали, в описании. Ставь за это лайк. Ну и еще конкретно по синими добавили поддержку версии R23 и S24. Также включили всплывающие подсказки для материалов Corona и новый Corona Mix Tour. Для смешивания двух шейдеров. Ну и все. Facebook выпустит смарт-очки под брендом Ray-Ban. Дата выпуска пока неизвестна. Разработка идет в рамках масштабной цели Facebook. Стать не просто компанией, занимающейся социальными сетями, а метавселенной, где можно общаться в цифровом пространстве и сливать данные... А, так, это не по тексту. В последнем отчете по выручке Цукерберг подчеркнул, что инвестиции очень важны для вселенной Facebook. И еще, судя по его словам, реклама, вероятно, будет значимой ее частью. Но, наверное, не частью социальной сети Facebook, потому что настроить там ничего... Так, это опять не тот текст. А, вот нужны. А очки как раз инструментом для интерактивного показа продуктов. При этом Цукерберг утверждает, что Facebook намеренно не будут продавать устройства по высокой цене. Ведь их метавселенная должна быть доступна каждому. Поэтому компания вкладывает значительные средства для создания необходимого оборудования. Один из наших подписчиков откопал приложение для лепки под названием Nomad Sculpt. Идет он на iPhone и iPad. Имеется небольшой набор кистей и инструмент для рисования. Работает с послойной системой и позволяет выбирать уровень детализации. Помимо этого, еще есть функционал для PBR рендеринга и постобработки. Поддерживает файлы GLTF, OBG и STL. Если приловчиться к софтине, то будут получаться достойные результаты. Скачать можно в App Store, стоит 15 баксов. Недавно Pixar выпустила обновление RenderMan 24.1. Последние изменения и улучшения незначительные. Подробности можно найти в документации. И вместе с ним также был обновлен сторонний бесплатный плагин RenderMan для Substance Pinter. Теперь он экспортирует материалы в формате, совместимом с новой системой Lama. Материалы после экспорта в браузер RenderMan можно импортировать в Maya, а также Houdini, Katana или Blender через соответствующие плагины. Помимо этого, внедрили новые параметры управления цветом для OpenColor.io. И кроме всего прочего, RenderMan теперь поддерживает Blender 2.93. Ну, Pixar наконец-то разогнались. Я надеюсь, что они теперь будут у нас в каждом выпуске. Как и Blender. NVIDIA добавила в свой Omniverse Audio 2 Phase. Это предустановки для персонажей, созданных с помощью Reallusion Character Creator. Audio 2 Phase – это бесплатная программа для создания лицевой анимации на основе аудио. Поддержка теперь позволяет автоматически генерировать анимацию синхронизации губ для 3D-персонажей в игровых движках Unity и Unreal Engine. В отличие от Акулипс, системы синхронизации губ Вайклон, их собственной программе анимации персонажей, Audio 2 Phase работает с речью на любом языке, а не только на английском. Однако некоторые возможности более ограничены, так что надо потестить. Maxon и Blender Tension Animation присоединились к Академии Software Foundation. Да, это организация, которая продвигает технологии с открытым исходным кодом для VFX и анимации. Академия была основана еще в 2018 году. В настоящее время компания курирует разработку многих технологий с открытым исходным кодом, включая OpenColor.io, OpenXR, OCL, OpenVDB и с недавнего времени MaterialX, разработанный Lucasfilm. В число учредителей входят разработчики ключевых программ, а это Blender, Epic Games, Autodesk, Foundry, SightFX, а также Intel и Google Cloud. Практически сразу же после присоединения в Твиттере появилась информация, что Tension Animation закрывает текущий проект и увольняет весь персонал. И пока не ясно, что будет с компанией в дальнейшем. Они работали над анимационным фильмом Next Gen, полностью созданным в Blender, А также занимались разработкой Loop. Это инструмент, который помогает настраивать весь пайплайн и совместно с другими специалистами управлять рабочим процессом. Еще студия выпускала плагин HD Cycles, который позволяет использовать Render Cycles в других программах, совместимых с делегатом визуализации Гидро. Ну, например, Гудини. Если кто-то этим пользуется, напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы мы понимали, интересно ли дальнейшая судьба софта или нет. Ну и тогда, как появится официальная информация, мы обязательно укажем это в новостях. Научный сотрудник Epic Games Брайан Каррис поделился увесистым документом, в котором собрал, наверное, всю полезную информацию о новом инструменте на нит в Unreal. Почитать сборник можно по ссылке в описании, но учти, что он на английском и там 155 страниц. Спасибо, друзья, за просмотр. Очень большое откровение я получил, конечно же, в Москве. Никогда там не был до этого, только, наверное, в самом раннем возрасте. Тот трафик, который я там увидел, это, конечно, нечто. Это тот ритм и темп, о котором, наверное, я мечтал всегда. Поэтому мы сейчас полностью перерабатываем то, что сделали до этого. И ждите скоро просто суперпушку. Так что, ребят, работайте, не останавливайтесь. Особенно, говорю, тем, кто живет в глубинке. Пока вы сидите, мир двигается в реальном времени. Не делайте большие паузы в 3D и общайтесь как можно больше с крутыми специалистами и интересными людьми. Ну, а пока мы пошли двигать прогресс. Кому-то же надо? Залетайте в наш телеграм-чат, ссылка в описании. Не бойтесь, тегайте меня там. Пообщаемся. Ну, и удачи.